Иногда мы забываем о полезных деталях, которые нам могут пригодиться. Смотрите, вот яичная скорлупа в Украине в марте 2020-го. Два десятка яиц в магазине стоит 1 доллар. Но тут говорят, чтобы брать домашние яйца. То яичная скорлупа состоит на 90% из высококачественного кальция, а также из соединений фосфора, калия, железа, магния, кремния. Калий, который потребляем с яичной скорлупой, очень легко усваивается организмом, в разы лучше специальных препаратов. Ну что вполне вероятно, потому что это все-таки природный продукт, и организм под него, как сказано, заточен уже. Полезные свойства скорлупы известны с древних пор. Во многих знахарских рецептах присутствовал богатый кальцием порошок из яичных оболочек. Исследователи ученых из США, Канады, Венгрии доказали, что своим составом скорлупа удивительно похожа на зубы и кости человека. Может, если так природный способ жизни взять и потом есть скорлупу, как добавку, то может и карии в зубах, наверное, пройти. А регулярное применение порошка поможет предотвратить появление остеопороза и забыть о болезнях, вызванных дефицитом кальция. Кальций способствует производству организма новых клеток костного мозга, снижение уровня холестерина, нормализация кровяного давления, быстрое лечение изжоги, профилактика рахита и анемии у детей за счет содержания железа в яичной скорлупе, выведение радионуклидов, лечение аллергии, нормализация обмена веществ, лечение прыщей. Скорлупа содержит цинк, благотворно воздействующий на кожу, лечение хронических заболеваний внутренних органов. Как приготовить порошок из яичной скорлупы? Скорлупа свежих сырых яиц. Ну, просто этих курей, что на птицефабриках кормят и антибиотиками, и всем, конечно, то уже не то будет. Поэтому придется покупать домашние яйца. Но они пишут выли, содержимое из яиц, но тут лучше сказать, тогда уже выпей, если они домашние. А скорлупу промой и прокипятим в течение пяти минут. Но это спорный вопрос. А что ее не высушить, не промыть и не высушить? Если вы уже хотите природный кальций, то ясно, что он должен быть без кипячения. Так что этот совет прокипятить лучше, наверное, не соблюдать. Тут можете остановить видео, посмотреть, прочитать еще раз себе. как детям, как взрослым. Но я считаю, что лучше не варить. А уже помыть яйцо вначале хорошо, выпить сырое яйцо. Кто уже хочет с хлебом, может с черным хлебом, с таким полезным, с отрубями. А потом уже промыть скорлупу и делать из нее порошок. Потому что вот это все вареное, это явно не полезно. Заходите на YouTube канал, смотрите видео, посмотрите про амарант. Вы его дома можете тоже посеять. Растет он хорошо. Ну, не привыкли мы все к этим продуктам. И получается все самое полезное мы обходим стат родной. К сожалению. Субтитры сделал DimaTorzok